В начале года уменьшается объем производства, зато резко увеличивается печень. В начале декабря мы начинаем подготовку к утомительным, веселым и очень затратному новогоднему марафону. Именно в России одна бессонная ночь уже давно превратилась в целый месяц всенародных гуляний. Отказаться от этого невозможно, традиция. Но вот как выйти из этого состояния с наименьшими потерями? Сегодня мы поговорим об этом с моей гостьей. Умницей, красавицей, спортсменкой, руководителем Сайкл-студии Натальей Пасашковой. Добрый вечер. Здравствуйте. Наташа, в последнее время по всему миру и России не исключение идет просто повальное увлечение здоровым образом жизни. Это и правильное питание, и посещение фитнес-центров, и при том, что не только молодые люди заинтересованы в том, насколько скульптурно будет выглядеть их тело, но и люди среднего возраста, и люди постарше. Все хотят выглядеть классно, молодо, быть бодрыми, полными сил. Ну вот какое дело, как, знаете, фильм «Большая перемена», там такой персонаж был, который говорил, учишься, учишься, и бац, вторая смена. Вот так вот работаешь, работаешь над своим телом, и бац, новогодние праздники, корпоративы, и все усилия на смарку. Вот смотрю на вас, и мне такое ощущение, что вы отказывались на эти новогодние праздники от оливье, от запеченной курочки. Так? Ну, было такое. То есть вы строгий человек, который раз навсегда придерживается железной дисциплины и правильного питания? Стараюсь, но погрешности бывают, немного позволяю себе, но не всегда, очень редко. То есть стараюсь все время стабильно придерживаться своего определенного здорового образа жизни, чтобы именно была систематичность, постоянство. Вот система главная все-таки, да? Самая главная система, чтобы не допускать срывов, не допускать каких-то погрешностей в еде, иногда себе позволяю, но это очень редко. То есть все равно правильный образ. Даль, то есть не бывает такое, да, что мы, условно говоря, месяц сидим на строгой диете, а потом позволяем себе все в надежде, что сохраним... Что килограммы не вернутся. Такого не бывает, да? Да, к сожалению, нет волшебной таблетки, которую можно было бы выпить, с утра встал, стройный, красивый, подтянутый, рельефное спортивное тело. Такого не бывает. То есть либо мы постоянно себя поддерживаем, занимаемся, держим тело в тонусе, либо у нас... Ну вот, к сожалению, не всем так повезло, как вам. И большинство-то дам срываются и начинают сметать все с пола холодильника. А утром 9 января, посмотревшись в зеркало, обычно говорят, боже мой, кто это? Ваши советы. Вот как из такой булочки-пухляшки опять превратиться в грациозную лань? Ну, во-первых, сильно не увлекаться. Но если это все-таки произошло, постараться поскорее вернуться в строй, а именно заняться, добавить физической нагрузки, кардио-тренировок, силовых тренировок, изменить питьевой режим, добавить воды. То есть перейти немножко на более легкую пищу, но постепенно, резко организму не давать стресс, да. Стресс-состояние. Стресс-состояние, потому что за неделю новогодних каникул он привык питаться. Обильно, сытно. Обильно, да. Пища очень жирная, тяжелая для пищеварения. Поэтому постараться постепенно, потихонечку нормализовать именно свое питание. Побольше добавить клетчатки, овощей, фруктов, чтобы организм... У нас, получается, желудок растягивается от большого количества пищи, чтобы не восполнить вот это пространство, да, которое у нас получилось. Поэтому добавлять клетчатки, воды, и чтобы постепенно, потихонечку желудок уже можно было привести к своему нормальному состоянию. На жесткую диету лучше не садиться. Нет, на жесткую диету садиться нельзя, потому что, я еще раз говорю, это будет очередной стресс для нашего организма. Но и для желудка это не есть хорошо. Наташа, ну вот на ваш взгляд, вот такие пищевые срывы, это от чего происходит? Это в характере человека, несдержанность? Или все-таки, знаете, как может быть от невкусной еды? Потому что, я не знаю, чем вы питаетесь, мне кажется, половинкой макового зернышка. Но в основном правильная еда, она как-то невкусная, ну правда. Она может быть вкусной, если ее приготовить правильно. Да, то есть не обязательно питаться одной гречкой и грудкой курины. То есть можно, их существует огромное количество рецептов в том же самом интернете. То есть как и что вкусно приготовить, как вкусно обработать еду, какие-то всевозможные вкусняшки полезные, то есть именно те же самые сладости, печеньки, выпечка, что-то творожное, какая-то продукция. Это в большей степени, это зависит от того, что у нас нехватка времени, особенно у нас, у женщин, да, то есть семья, дети, муж, которого нужно тоже накормить очень вкусно, про себя забывают и порой просто питаются тем, что попало под руку, либо когда просто готовят. Перехватывая набегу. Перехватывая, да, то есть нехватка времени, а во-вторых, это слабая мотивация женщины. То есть она устает, она на работе отработала, пришла, дома домашние какие-то заботы. То есть все, на себя уже времени не остается. Мне кажется, даже не слабая мотивация, это просто, знаете, как на себя многие женщины просто махнули рукой. Потому что мотивация увидеть отражение свое и нравится самой себе, это здорово, а когда ты еще видишь, что нравишься мужчинам, даже вообще, ху-ху-ху. Это еще больше задорит, конечно, да, но к этому нужно прийти. То есть найти в себе силы, найти в себе время именно для себя любимой. Не жалеть себя. Не жалеть, да, то есть это тяжело поначалу, это психологически очень тяжело. То есть заставить себя ходить, систематично заниматься, тренировки, питание придерживаться, это тяжело изначально, но когда женщина уже видит результат, хотя бы какие-то изменения, это, наоборот, стимулирует. Но к этому надо прийти, дойти до этого момента. Еще скажите немаловажную вещь, что когда начинают уходить килограммы, значит, первые 5-7 могут уйти сразу, а потом происходит такой стопор. Плата, да. Да, и когда женщина просто говорит, и что же ты, я сижу на куриной грудке, они же никуда не деваются. Они не уходят, да, никуда. Нужно это морально тоже пережить, этот какой-то переломный момент, и все-таки не спрыгивать с диеты. Не спрыгивать, да, постараться переждать, потому что организму нужно в какой-то момент находиться именно в этом весе. То есть в этом состоянии привыкнуть, да. Потом он уже, но при этом вы продолжаете физические нагрузки, продолжаете придерживаться своего питания. Потом в какой-то момент он побудет в этом состоянии, он снова даст новый толчок, и килограммы снова дойдут уходить. Да, килограммы, объемы, то есть они снова начнут уменьшаться. Наташа, а вот, знаете, есть такая фраза, худая корова еще не газель. Ну, то есть, понимаете, некоторым женщинам они не то чтобы склонны к полноте, но просто крупного телосложения, да, и говорят, что, ну зачем тебе худеть, потому что, ой, какая ты была милая, красивая вся такая плюшечка, и когда она худеет, она теряет свой шарм. Может быть, на самом деле не стоит всем поголовно становиться красотками, как вы? А под один идеал какой-то придуманный, навязанный нам, да, нам, вот именно... 90-60-90, которые вообще непомерные какие-то стандарты. Нет, к этому не надо стремиться. Вот у каждой женщины, у каждой дамы, если в голове есть какой-то свой образ, вот пусть ей окружающие говорят, что да, вот она пушечка, она лучшая, она им такой больше нравится, но если ей самой некомфортно, и если она вот хочет именно прийти к какому-то своему идеалу, то я вот как по себе сужу, я буду идти к этому идеалу, потому что мне в этом теле будет намного комфортнее, я буду более самоуверенной, и я больше буду нравиться себе в зеркале. Поэтому если хочется, то почему бы и нет, не надо слушать окружающих. Да, особенно подруг злых. Да. Которые говорят, ты так хороша. Вот. С этой попой. Да. Наташа, что касается занятий в фитнес-залах. Вот сегодня буквально утром услышала, что депутаты Государственной Думы хотят принять новые стандарты для занимающихся фитнесом. Почему? Потому что поголовное увлечение фитнесом приводит зачастую к тому, что люди получают, неподготовленные приходят в зал и получают травмы, у кого-то есть противопоказания. То есть мы же приходим в зал, мы же до этого не советуемся своим лечащим докторам, а нужны ли мне эти нагрузки, а могу ли я условно сесть на сайкл, а могу ли я заняться боксом и борьбой при артрите, да, или что-то такого типа. Вот. Но вы как на это смотрите сами? Правильно ли до посещения фитнес-зала любого проконсультироваться у своего терапевта? Конечно, обязательно. Нужно проконсультироваться, посоветоваться, спросить, насколько нужны интенсивные нагрузки. Может быть, просто позаниматься чисто для восстановления здоровья, для поддержания организма в тонусе. То есть это будет не лишним. Лучше проконсультироваться, поговорить, предупреждён. Значит, вооружён. Значит, вооружён, да. То есть это наше здоровье, спорт спортом, но в первую очередь спорт должен быть не во вред. Точно. Мы для повышения тонуса, для повышения своего здоровья можно заниматься без фанатизма. То есть проконсультировался, и уже знаешь, где какие у тебя слабости в организме, и можешь спокойно идти заниматься, где-то какую-то нагрузку уменьшать, либо где-то добавить на какую-то часть тела. То есть это будет не лишнее. Ну вот я наблюдаю на тренировках за вами в нашей Сайкл-студии, что когда появляются новые девушки, вы, в принципе, им говорите, что не нужно сразу же интенсивно включаться в этот процесс. То есть отдышись, правильно поставив ногу и прочее. Потому что это в первую очередь сразу же стресс для организма. Они не занимались и пришли, то есть дали очень мощную нагрузку для организма. Он может не очень хорошо отрагивать. Вот так случилось с моей подругой, которая впервые со мной пришла. Я её долго очень уговаривала. Она села на Сайкл и смотрит, все же так здорово делают. Хочется сразу тоже включиться в эту компанию, да. И у неё тут же проблема с коленом. Ну вот пошла к доктору, доктор говорит, нет, это не ваше. К сожалению, так тоже бывает. Поэтому обязательно нужно прислушаться к себе, к своему организму. Это в первую очередь, да. И посоветоваться своим терапевтам, друзья наши. Вот так вот медленно мы перешли всё-таки к тем, чем вы занимаетесь, к делу вашей жизни, к Сайкл-студии. Наташа, не в качестве рекламы, но, в принципе, я думаю, не лишне будет сказать. Чем так хороший именно Сайкл? Чем он кардинально отличается от йоги, фитнеса, колонетики? Что ещё? Ну, разнообразного, да? Ну, сразу скажу. Во-первых, я очень люблю именно такой мощный, сильный спорт, после которого, вот именно после тренировки, когда ты без сил просто выползаешь из зала, у тебя абсолютно потрачена вся энергия, у тебя болят все мышцы, ты чувствуешь очень мощную, сильную нагрузку. То есть вот именно это и получают наши девочки на тренировках. То есть очень сильная кардио-тренировка, мощная нагрузка для всего организма. Ну, ещё раз скажу, только без фанатизма, конечно. И большой заряд энергии. Мы очень любим выплёскивать, особенно отрицательную энергию, покричать, повизжать. Не возбраняется. Не возбраняется, это только приветствуется. Да, да, да. То есть и то, что любят больше всего дамы, это танцы. Вот это вот у нас и происходит на тренировке. Мы танцуем, выплёскиваем энергию, получаем заряд положительной энергии, устаем и при этом активно-активно сжигаем калории и работаем над своей фигурой. На Ваш взгляд, максимальное количество тренировок в неделю, ну, чтобы без фанатизма, и который даёт результат, сколько нужно походить? Две-три тренировки. Две-три тренировки в неделю. Для такого мощного кардио, да. Две-три тренировки, чтобы у организма было время восстановиться, адаптироваться между тренировками. И, конечно же, после тренировки не приходите и не кушайте жареную курочку. Ну, естественно, естественно, да. То есть это уже всё. Если вы позанимались до утра... А мужчины тренировки занимаются сайклом или только дамы? Мужчины тоже занимаются. А дети? Детишки тоже у Вас. То есть у Вас и детская отдельно есть, и мужская группа, да? Да. Понятно. Наташа, ну, расскажите нам, вот знаете, вот коротко и быстро, как вернуть талию за, ну, за 10 дней? Самые упражнения, которые сжигают жир? Самое эффективное – можно планочку поделать. Так. То есть работает абсолютно весь организм, держит напряжение всё тело. Планка на вытянутых руках или на локтях? На локтях. Лучше на локтях от 30 секунд до минуты увеличивать потихонечку. Упражнение на пресс. Такое эффективное, вот именно складочка, гармошка, многие называют, да? То есть 3-4 подхода по... 120 раз. Ну, да, как меню. Хорошо. То есть постепенно, потихонечку добавляю. Самое такое хорошее будет упражнение – отжимания поделать. Можно приседать. То есть для нашей попы это не будет лишним. Можно на скакалке попрыгать, если нет возможности. Если соседи добрые снизу. Ну, если соседи, да. Но я думаю, они будут не против. Поэтому, ну, как-то так. Ну, естественно, и питание. И питание, да? Питание обязательно. То есть забываем про торты, пирожные, жареную курочку. Майонез. Забываем про то, что старый Новый год. Прыгаем из скакалки. И делаем планку. Да. Отлично. Я напомню, что сегодня гостью студии была умница-красавица-спортсменка и руководитель Сайкл-студии Наталья Пасашкова. Написала письмо Деду Морозу. Отдала мужу. Жду. В следующем году напишу Снегурочке. Она, как женщина, поймет меня быстрее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин